Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с новостями Республики у Марти Киев. И вот некоторые события. В регионе состоялось торжественное открытие двух дамб. В Карачаево-Черкесии прошел форум «Мой бизнес-лагерь-2022». Мэрия Черкеска объявила конкурс на лучшее оформление фасадов и прилегающих к ним территорий. Далее об этих и других темах подробнее. В ходе встречи глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и мэр города Черкеска Алексей Баскаев обсудили мероприятие по подготовке к празднованию столетия Карачаева-Черкесии. В республиканской столице в юбилейный год идет масштабная работа по обустройству тротуаров. 7 километров в этом году, а только за последние два года 15 километров. Помимо прочего, в Черкесске за последние пять лет отремонтированы 53 километра автодорог. Благоустраивается Центральный парк и сквер на Ленина. В сентябре после реконструкции откроется детская школа искусств на 700 мест. Соответствующая современным тенденциям, школа станет новым дыханием для преподавателей и воспитанников. Но не только. Здесь можно будет проводить мероприятия республиканского масштаба. Детям должно нравиться выходить на сцену. В школе будет и звукозаписывающая студия, и мультимедийное оборудование. Написал в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Мэрия Черкеска объявила в республиканской столице конкурс на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию Карачаева-Черкесии. И принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. Необходимо зарегистрироваться на сайте активных горожанин, загрузить в раздел «Конкурс» фотографии объекта до и после оформления здания или прилегающей территории, а также заполнить небольшую анкету. Продлится конкурс до 20 августа включительно. Комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ Мэрии Черкеска Армида Нейманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города. Чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – это 50 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии прошел форум «Мой бизнес-лагерь-2022», участниками которого стали представители органов исполнительной власти, руководства и сотрудники Центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и других ведомств со всех субъектов России. В ходе двухдневного форума эксперты рассказали участникам о трендах и автоматизации бизнеса, раскрыли вопросы продвижения, рекламы и диджитал-маркетинга. Кроме того, предприниматели узнали об интересных историях успеха соотечественников. Уже год в России работает Президентский фонд культурных инициатив, который стал новым институтом поддержки творческих и креативных команд. При поддержке фонда уже реализовано почти 3000 творческих проектов. Заявки на участие в грантовом конкурсе принимали жители нашей республики. Из них в этом году поддержку получили 4 проекта. Срок их реализации – 18 месяцев. К слову, участвовать в конкурсе могут не только некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели и негосударственные учреждения культуры. Информацию комментирует министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гербов. Это огромный импульс, мощнейший к развитию культуры, потому что здесь тоже важна конкуренция, здесь тоже важны новые идеи. Ну а фонд для того и создавался, чтобы тем, у кого такие идеи есть, но раньше не хватало ресурса, не было возможности в какой-то организации, может быть, работать, предложить свое ведение развития культуры и сделать конкретный проект. Это серьезные суммы, некоторые гранты, там, несколько миллионов рублей. И я думаю, что уже в этом году, в год столетия, прошлогодние наши проекты будут реализовываться, мы будем видеть их результаты, новые проекты сейчас будут тоже набирать обороты. И, в принципе, это та самая цель, которую государство преследовало, чтобы не только госучреждения стабильно, условно говоря, там, по расписанию делали свои там концерты или выставки, а чтобы что-то яркое, необычное, авторское появлялось на культурном небосводе. В Республиканском жилнадзоре прошло заседание с участием представителей всех форм управления жилых домов. Главной темой заседания стала подготовка к приближающемуся отопительному сезону, к которому коммунальщики всегда начинают готовиться заблаговременно. Участники заседания обсудили уже проделанную работу и обозначили фронт работы на ближайшее время. Все управляющие компании, ТСЖ и все другие формы управления жилых домов должны завершить подготовку к холодам к концу августа. Об этом сообщил начальник управления Государственного жилищного надзора Руслан Урусов. Были заслушаны доклады, и в рамках этого совещания председатель правительства дал поручение мне, чтобы я тоже проводил совещание со всеми управляющими организациями, предварительно нашел слабые места, по которым нам надо всем отработать, чтобы не допустить срыв отопительного периода, и своевременно и качественно подготовить весь коммунальный комплекс к предстоящему отопительному периоду. Вот в рамках этого поручения сегодня уже мы провели ряд совещаний с руководителями управляющих организаций, обозначили все острые моменты. На сегодняшний день у нас надзорная работа сменилась немного в части профилактики предупреждения, то есть недопущения предупредить и недопустить нарушения в жилищной сфере, нарушений жилищного законодательства. Региональный этап премии «Мы вместе» прошел в Карачаево-Черкесии. 16 участников представили свои проекты в разных направлениях, от студенческого телевидения и благотворительности до профориентационной деятельности и здоровья. Экспертами конкурса выступили представители Фонда президентских грантов и Министерство по делам молодежи региона. Победители получат возможность выиграть грант на реализацию своих проектов. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены до 1 октября текущего года. Состоялось торжественное открытие дамп сразу на двух участках. На реке Уруп в станице Преградной и на реке Тиберда в Карачаевске, на котором присутствовали многочисленные гости и заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб, которая дала высокую оценку проделанной на объектах работе и особо подчеркнула хорошие темпы строительства. Все берегоукрепительные работы были завершены раньше плана, по которым окончание работ было намечено на конец следующего года. Строительство дамп финансировалось из резервного фонда Федерального агентства водных ресурсов. Их общая стоимость – 365 миллионов рублей. Убедились, насколько этот объект, во-первых, важен для населения, потому что те горячие глаза населения, которые мы увидели, действительно для них это очень важно, потому что ежегодно они подвергались затоплению, их дома, и многие объекты социального значения. Мы вот стоим рядом возле заправочной станции, и была угроза ее затопления. На самом деле это действительно очень важное мероприятие. И самое главное, что реализация этого мероприятия не просто позволила защитить более 700 человек населения, которые здесь проживают, но вместе с тем дать еще один толчок для развития этой территории, этого региона. И очень важно отметить, что благодаря активной, прежде всего, позиции правительства республики, данное мероприятие было завершено досрочно. С 9 по 15 августа текущего года высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные туриндустрии. Образовательный проект студентов родом из Карачаево-Черкесии. Легче Академии при содействии регионального Министерства культуры проведет фестиваль с 23 по 30 июля. В прошлом году проект был реализован в картинной галерее Черкеска в виде выставки. В этом году откроет свои двери на курорте Архыз в отеле «Горная роза» и обретет формат фестиваля. Помимо выставки здесь пройдут и лектории, на которых выступят спикеры из различных областей. Мастер-классы по разным творческим направлениям, кулинарии и танцам запланированы также незабываемые экскурсии по Архызу. Часть средств, вырученных с продажи билетов, будут перечислены в благотворительный фонд «Самира». Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом рассказал заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта туризма и индустрии гостеприимства. Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовет лидеров отечественного горнолыжного туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 4 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, в форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале В июне по сравнению с маем этого года годовая инфляция в Карачаево-Черкесии заметно снизилась и составила 16,8%. Такие данные приводят аналитики Банка России с учетом статистики Росстата. Управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков рассказал о факторах, повлиявших на уровень инфляции В Карачаево-Черкесии замедлился рост цен на плодовощную продукцию. Это произошло из-за увеличения в республике предложения капусты, картофеля и моркови как местного производства, так и из соседних регионов. Важную роль сыграло укрепление рубля. Из-за этого сократились издержки производителей мясной продукции и кондитерских изделий. По той же причине замедлился рост цен на одежду и белье. Кроме того, уменьшились годовые темпы прироста цен на моторное топливо. Казался рост его предложений на внутреннем рынке на фоне ограничений экспортных поставок. Вместе с тем, из-за изменившейся логистики и перебоев в поставках увеличились годовые темпы прироста цен на парфюмерию и косметику. Темп прироста цен на услуги уменьшился до 5,3%. Основную роль сыграло снижение банками процентных ставок по кредитам. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в 2023 году снизится до 5,7% и вернется к 4% в 2024 году. Жители Карачаева Черкесии могут поддержать воинские подразделения ДНР и ЛНР, присоединившись к масштабному проекту ОНФ «Всё для победы». Общероссийский народный фронт запустил проект в поддержку луганских и донецких военных подразделений, благодаря которому все желающие могут оказать адресную помощь бойцам, занятым в спецоперации. Академический ансамбль Северокавказской государственной академии «Снежные вершины» выступил на ежегодном фестивале Нарт-Ланы Той-Кюню, который прошел в турецком городе Эски-Шехир. В грандиозном культурном мероприятии приняли участие более 5000 представителей Карачаево-Балкарских диаспор со всего мира. Помимо концертной программы, для участников фестиваля были организованы культурно-развлекательные мероприятия. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Днем в горах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22. В горах местами плюс 11, 16. В Черкесске переменная облачность. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 21 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...